Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях в открытой студии Казак Алексей Валерьевич, председатель Российского профсоюза студентов. Обеседовать с вами буду я, Юлия Дюжева. Мы обсудим тему «Молодежь в современном обществе». Здравствуйте, Алексей Валерьевич! Здравствуйте, Юлия! Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Вот первый такой вопрос возник, и он, в принципе, переплетается с вопросом моего читателя. Почему вы решили заняться политикой, и как переносите все минусы данной профессии? Знаете, говорят, что политика — это грязное дело, но я считаю, политика такова, какие люди ей занимаются. И если у нас будет больше появляться патриотов в политике, то я считаю, что мы сможем как-то изменить жизнь к лучшему. Потому что если у нас в основном этим делом занимаются люди, которые хотят добиться чего-то лично для себя, каких-то выгод, преференции, получше жилье получить, получше, как говорится, помягче спать. От этого и все беды, и вот вы сказали про невзгоды. К сожалению, сегодня патриотам тяжело. Это следует признать вообще людям, которые как-то хотят и стараются бороться за справедливость, отстаивать свои права или права других людей, что еще более почетно. Они сталкиваются с целым рядом негативных последствий. Про них говорят, да, это городской сумасшедший, да, его купили, наверное, он продался кому-то. Это, к сожалению, вот эти издержки. Но как я и учу своих учеников, я вам скажу так, я уже 5 лет преподаю в университете, и своих учеников, которые приходят на мои мастер-классы, которые я провожу по стране, я учу так, что то, что вы делаете, не ждите сразу какой-то благодарности, не ждите каких-то сразу для себя положительных результатов, эффектов. Вы это делаете для людей в первую очередь. Для религиозного человека всегда есть такая установка, например, что когда он делает какое-то благое дело, он его делает ради Всевышнего. Например, вот вы идете по улице, и вы положили копеечку человека, который сидит у храма там или просто стоит с протянутой рукой. Некоторые люди говорят, вот вы это делаете, и вы препятствуете тому, чтобы он вышел на работу. Вообще-то он и бизнесмен, да и он больше вас имеет денег, зачем подавать. На самом деле вы совершаете эту жертву ради Господа, если так можно сказать. То есть вам абсолютно все равно, что он сделает с этими деньгами. Пропьет он их, вложит их в финансовую пирамиду. Важно то, с каким вы посылом сделали это, что вы вложили в этот поступок. Вот то же самое здесь и в политике. Я решил этим заняться, потому что мне небезразлично будущее моей страны. Мне важно то, в какой стране будут жить мои дети и дети моих друзей. И более того, я считаю, что и мне еще доведется пожить в стране справедливой. Потому что, если мы вспомним наше советское прошлое, часто такая была позиция, и она очень грамотная позиция, что сейчас мы живем тяжело, а завтра наши дети будут жить уже при коммунизме, сейчас мы при социализме, и жизнь будет полегче. Поэтому мы для этого стараемся. Так вот, я хочу так постараться, чтобы не только наши дети, но и мы с вами пожили при этой нормальной, достойной жизни. Не так, чтобы у нас, знаете, вот некоторые люди считают, что тоже те, кто занимается политикой, да, и кого показывают по телевидению, они все там миллиардеры. Ну, вот я, например, периодически пользуюсь общественным транспортом. По целому ряду причин, вообще, люди, которые занимаются делом, они понимают, что для того, чтобы вовремя успеть на работу или на какое-то важное мероприятие, нужно быть вовремя. И поэтому общественный транспорт и метро – это сегодня самые надежные виды транспорта. Вот, и я вот сегодня на наше с вами интервью приехал, сначала на автобусе, потом на метро. Захожу в автобус, даю водителю 40 рублей стоимость билета. Он говорит, нет, вы что такое? И мне показывает, что стоит 50. Вот, то есть, оказывается, они не держат эти билеты, которые на автобус, и продают билет 90 минут, который стоит 50 рублей. Можно там и в автобусе проехать, и в метро. Но это я говорю к чему? Потому что мы все должны бороться за свои права, и патриоты должны идти в политику, чтобы вот этого не было. Чтобы за нас никто не принимал решения, что нам нужно купить. Следует ли нам купить такую курицу, или, значит, это полезно, или вот то полезно. Чтобы жизнь наша не дрожала у нас на глазах. Потому что мы, те, кто считает себя патриотами, мы, как говорится, мужественно переносим санкции. Мы там, ну хорошо, у нас нет там каких-то иностранных продуктов, они подорожали, там пускай мы будем что-то попроще, попроще. Но извините, давайте мы хотя бы не будем сами себя душить-то. Зачем мы делаем такие цены? Зачем мы понаделали платных парковок в Москве так, что невозможно выехать на машине просто? Человек, у которого обычная машина, у которого нет там такого заработка, чтобы платить за эти платные парковки. То есть сами же наши какие-то... Абсолютно верно. А сейчас, знаете, ко мне обратились студенты с письмом, говорят, Алексей, донеси до кого-нибудь эту позицию. Есть общежития в Москве, и многие ребята, которые учатся в институтах, живут в общежитиях, ну имеют свой какой-никакой транспорт, там, отечественные автомобили, да. И этот транспорт тоже нужно на ночь где-то ставить. А расширяя зону парковок, мы фактически все общежития включили в эту зону. И если горожане, которые живут в районах, то им там даются какие-то эти льготные карты, да, там, у кого-то есть гаражи, то у этих студентов просто нет таких возможностей. Кто о них подумает об этих людях? И поэтому, для того, чтобы кто-то о них все-таки подумал, такие люди, как я, должны идти в политику. И я призываю всех людей, которые считают себя порядочными, последовать моему примеру. Хорошо, спасибо большое. И давайте перейдем с вами к воспитательной работе в учебных заведениях. Алексей, вот воспитание имеет первостепенный приоритет в образовании. И в качестве важнейших задач выдвигается формирование гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры в обществе. Расскажите, пожалуйста, как формируется воспитательная работа в учебных заведениях? Вы знаете, образование состоит из двух составляющих. Это непосредственно учебная часть, то есть передача знаний и воспитательная работа, то есть формирование здоровой личности. К сожалению, за последние годы мы, получив в наследство самую лучшую в мире систему образования от советской власти, какими-то странными действиями людей, которые были ответственны за образование, просто эту систему разваливали. И поэтому сегодня мы не имеем ни одной из этих двух составляющих в большинстве случаев. Нет грамотной системы передачи знаний, потому что в последнее время поставил министр задачу повышать зарплаты. Сказали, что она должна быть не ниже, чем средняя зарплата по региону. И даже ректорам, у которых не соблюдается это, объявляют выговоры, снимают их с должности. Но все эти годы была именно такая ситуация, что даже в школах зарплаты были выше, чем в вузах. И поэтому многие преподаватели ушли, многие преподаватели стали преподавать сразу в нескольких учебных заведениях. А вы представьте себе, если он сегодня здесь, завтра там, да еще и в течение дня перемещается, что это будет за качество образования? У него не будет ни минутки, чтобы пообщаться на перемене. Вы знаете, я вот сколько лет веду занятия, у меня практически не бывает перемен. Потому что во время перемен ко мне подходят студенты, задают какие-то вопросы. Я провожу с ними работу и по курсовым, по докладам вне учебных часов. Плати в диалог с ними. Абсолютно верно. И это нормальная работа, как я считаю, любого преподавателя. А когда у нас вот так люди поставлены в условия, когда они должны крутиться, когда на работу по курсовым выделяются только те часы, которые там на защиту, на саму сдачу, на презентацию, а сама работа как научить, как писать курсовые работы, об этом же никто не думает. Конечно, есть вузы, где сохранилось качество образования. И это, конечно, касается в первую очередь наших ведущих технических вузов, таких как Бауман, Камифи, ну и классические университеты, МГУ тоже как-то держатся на плаву. Но тем не менее, в большинстве случаев ситуация очень плачевная. Что касается воспитательной работы, то, к сожалению, если мы смогли сохранить как-то хотя бы качество образования где-то, то воспитательной работы практически нигде нет. То есть есть какие-то приятные исключения. Я вот, вы знаете, много езжу по стране, много удается бывать на Кавказе в силу, так скажем, моих интересов. Я недавно был в Дагестане, посетил Дагестанский госуниверситет. И я был, честно говоря, очень приятно удивлен, как много мероприятий они проводят по работе с молодежью, направленных на формирование гражданственности, патриотизма. И точно так же я был удивлен, когда в этом году их решили обойти и не дать им, например, выигрыш в конкурсе по развитию органов студенческого самоуправления. Ведь каждый год Министерство образования разыгрывает миллиард рублей денег, которые должны идти как раз на эту воспитательную работу, на работу с молодежью. Я посмотрю, открываю список, там какие-то абсолютно вузы, из которых у меня есть вот такие вот данные от самих исполнителей программ, о том, что это все не исполнено, а все это пошло непонятно куда. И эти вузы абсолютно опять победители, какие-то баллы, какие-то эксперты, не пойми какие, сидели и их объявляли победителями. А тот вуз, который один из лучших в этом плане, он эту поддержку не получает. И это вот, к сожалению, наш парадокс. Это наш парадокс, когда, первое, тише едешь, дальше будешь, не вылазь, и все будет хорошо. Сиди, и деньги тебе прислали, ты ими поделись там, не знаю, или ты их налево пусти, тогда тебе опять их дадут. А если ты их будешь на работу с молодежью направлять, то ты ничего не получишь. Это очень печально. Это вот к разговору о том, о наших тенденциях. Потому что тенденция у нас сегодня не хватает кадров. Вот еще Сталин говорил, кадры решают все. Но некоторые Сталина не любят. Я понимаю тех людей, которые, например, являются потомками репрессированных, или тех народов, которые попали под эту ситуацию с переселением. Это, конечно, одни из самых трагических событий в нашей истории, нашей страны. Но, тем не менее, это был человек, который, во-первых, был главнокомандующим, да, верховным, который внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. И это был человек, который смог решить кадровый вопрос. Вот жесткими мерами, расстрелами, посадками, там, знаете, тройки, как их называют, там решались. То есть, там, это, сейчас, знаете, раньше тройками решались три человека, а сейчас один человек выходит судья. И там, я помню, когда я изучал арбитражный процесс, я учился на юрфаке, и у нас преподавательница была очень милая судья в отставке. Я помню, я и однажды рассказал такой анекдот. Значит, прибегает секретарь суда к судье и говорит, что делать, что делать, не знаю. Вот истец принес 50 тысяч, ответчик принес 60 тысяч. Как будем судить? И судья говорит, знаете, будем судить так. Отдайте ответчику обратно 10 тысяч, и будем судить по закону. То есть, как говорится, с каждого по 50. Вот, это к тому, что, я надеюсь, все-таки, что у нас происходят какие-то положительные изменения, я их тоже вижу, что у нас больше... А какие, например, то есть, нововведения? Больше судим платить стали. Это очевидно, что для того, чтобы работать не воруя, нужно, чтобы были хотя бы минимальные просто средства к существованию. Я сейчас не говорю о том, что там каждый человек всегда хочет иметь больше, а тем более тот, который имеет какую-то власть, он, конечно, хочет иметь большие деньги. Но мы прекрасно понимаем, что если мы платим 5 копеек кому угодно, там, полицейскому, учителю, врачу, то он будет брать взятки. И это самое худшее, что он будет брать эти взятки с кого? Учитель. С обычных людей. Учитель будет зажимать, ставить двойки, унижать детей в школе, мамочка будет приходить, плакать и приносить подарки и деньги. Врач будет не выписывать лекарства, и люди будут умирать. Вы знаете, я... То есть вы все-таки считаете то, что вот даже те же учителя, вот это взяточное, грубо говоря, влияние, оно влияет и на нашу молодежь? Это просто школы превращаются, ну, я называю, да, мы превращаем это в школу юного коррупционера, потому что во всем проблема. Даже вот сейчас был скандал в этом году, ну, в прошлом уже ушедшем году, с олимпиадами школьников, когда неблатные школьники получили заниженный уровень их олимпиад и не прошли на эти льготные места при поступлении, а те школьники, родители которых раскошелились, у которых есть деньга, как говорится, они получили завышенный уровень и поступали в лучшие вузы страны на бюджетные места. И детишки прекрасно это все видят, они не глупенькие, они все понимают, что да, если у нас это так, то и мы будем жить по таким же принципам, мы будем расти так, чтобы тоже стать какими-нибудь там людьми, от которых будет что-то зависеть и там хапать. То же самое касается и вузов, когда люди видят прекрасно, что, например, человек не ходил весь сезон там, да, потом он не является там, не знаю, ни на зачет, ни на экзамен, при этом имеет там все пятерки, там благополучно получает диплом или учится и при этом на бюджете. А люди годами учатся на контракте, имеют высокую успеваемость и имеют все права до того, чтобы перевестись на бюджет, но при этом их туда никто не переводит, потому что они как бы не являются блатными. И это все влечет. Врач, вы же поймите, все эти люди, они имеют свои семьи. И врач, который получает денег меньше, чем ему просто нужно на еду, очевидно, что если он не умер, значит он где-то эти деньги взял. А взял их у кого? У своих больных, которым он будет выписывать лекарства за деньги. Я, вы знаете, тоже, ну, люблю наблюдать за разными ситуациями, особенно когда, например, что-то случается такое противозаконное, или то, что как-то меня как гражданина возмущает, я, как правило, не прохожу мимо, даже если я спешу куда-то. И вот я наблюдал, как один из, в общем, людей получал бесплатное лекарство в аптеке. Он же студент? Не-не, ну, взрослый человек. Он получал лекарство, ему выписаны были рецепты, льготник, инвалид. Я наблюдал просто, как, с какими звериными глазами эти вот люди, которые выдают эти лекарства, просто складывали эти коробочки и совещались между собой, как ему так много выписали, ай-яй-яй, тут же и так, и это, и то, и сё. То есть, вот, представьте себе, он говорит, в итоге ему там некоторые лекарства дали половину того, что им было выписано, да, ну, они просто посчитали, они взяли на себя право сказать, что ему слишком много, да, то есть, фактически, они наплевали на то, что ему там прописан какой-то курс, то, что если этот курс не пройден целиком, то в нем нет никакого смысла, потому что это курс, вот. И вот от того, что у нас каждый берет на себя право принимать решение, выдать ли справку или заставить побегать там, да, от этого и весь бардак, вот, к сожалению. Это вот к разговору о воспитательной работе, которой у нас, к сожалению, нет. То есть, вы считаете, что она должна быть строже, чем сегодня? Или ее нет вообще? Слово строже, понимаете, строже нужно обходиться с преступниками, коррупционерами, с бандитами. Надо тех, кто обворовывает страну, не тот, который украл булку в магазине. А то мы смотрим кадры, там кто-то какой-нибудь стащил, там, знаете, какую-то творожную массу, и его там избили так, что он инвалидом лежит в больнице, отходит от этих охранников. Вот. А те, которые вагонами там и целыми бюджетами, они у нас, как говорится, сидят, если дай бог сидят, там в отдельных камерах, да еще и по прогулкам ходят, стихи пишут, приветы передают, как говорится. А люди ждут что? Чтобы чиновники боялись. Потому что все, в принципе, строится на страхе. Это страх, это один из главных вообще в жизни человека стимулов. Те, которые говорят, мы ничего не боимся, это они врут. Потому что у каждого есть свои страхи. И страх перед тюрьмой, и страх перед высшей мерой наказания, это, конечно, большое дело. Поэтому те люди, которые совершают огромные преступления против своей страны, своего народа, или действуют в интересах кого-то, я не знаю, может, западных своих хозяев, они должны привлекаться к ответственности. А в университетах преподаватели перестанут брать взятки тогда, когда им начнут нормально платить, тогда им, когда создадут нормальные условия работы, по крайней мере, тогда, я думаю, большинство перестанет. Ну, а с теми, у кого это в природе, в генах, с теми один способ борьбы. Хорошо. А как вы относитесь к реформе образования? Вы знаете, я вообще всегда с большим подозрением отношусь к любым реформам. Потому что у нас часто берутся за реформы те люди, которые в этом очень плохо разбираются. Они не знают, как мусор вынести со своей квартиры, у них для этого слуги есть, повара. Все за них делает кто-то. И при этом они говорят, мы сделаем там это, они какие-то бумажки там издают, реформы какие-то, мониторинги проводят, этот вуз эффективно, этот нет. Вот меня всегда удивляло, а почему не спросить самих потребителей? То есть, вот, например, студенты, они поступают в тот или иной вуз, ладно на бюджет, поступают на контракт, за свои деньги платят за эти услуги, но при этом мы абсолютно их не учитываем мнение, нравится ли им учиться в этом вузе. А мы оцениваем там по, значит, количеству площадей, сколько министерство само же выделило на науку, значит, не результаты научных исследований, а оцениваем, сколько вбухали деньги, баллы ЕГЭ этого. ЕГЭ, это что такое? Вот, это игра, кто хочет стать миллионером, да, 4 варианта ответов в задании А. Как один преподаватель так сказал, говорит, я своих учеников так учу. Если не знаешь, как отвечать в части А, отвечай А. Ну, почему? Там всего 4, у тебя уже вероятность 25%, да. А сейчас еще эти пороги так снижают, что, как говорится, можешь все ответить и будешь получать там свои эти дипломы, эти статы и так далее. Это вот наши реформы. Мы все реформируем так, что что-то вроде и было хорошее, да, например, наша система образования. Вот говорят там, да что система образования? До сих пор наши лучшие умы утекают на Запад, работают в Америке, делают открытия. Вот эти все гаджеты, все эти айфоны, которые говорят, ой, боже мой, боже мой, мы ничего в России не производим, у нас ничего нету, мы такие все никакущие, все мы страна алкоголиков. Такая мы сильная страна алкоголиков, что первым человеком в космос послали, что имеем такой ядерный потенциал, который, извините, даже Америка до сих пор боится. И нас из-за этого только мы продолжаем существовать. И эти все открытия научные, то, что получают Нобелевские премии, за что это, все делали наши люди. Наши русские и представители других национальностей России, люди, которые уехали туда, наши эмигранты, которым не были созданы условия здесь. Мы создаем там какие-то Сколково, при этом вбухиваем туда деньги, имея другие наукограды. Новосибирский академгородок, подмосковные городки. Почему мы туда не вбухиваем деньги? И в этом как раз и, собственно, проблема всего этого. Наши системы и воспитательные работы, и наши реформы. Этим занимаются не те, кто должен был бы заниматься. Потому что часто просто не спрашивают мнение профессионалов. Говорят, вот у меня там друг сидит здесь в этом вузе, поэтому он будет все иметь. А здесь у меня не друг сидит, да еще огрызается что-то. Я его, о какой-то ты дерзкий, я тебя там сейчас заберу у тебя. А у тебя что, у тебя в Сочи что ли филиал есть? У тебя Бочаров ручь. Ай-яй-яй, может мне туда кого-то получше посадить, который больше будет там как-то что-то умно делать? Вот это вот, к сожалению, наша реформа. С такой реформой я не согласен и буду против такой реформы протестовать. Хорошо, что вы можете сказать о реорганизации учебных заведений? Ну вот она у нас такая реорганизация. Что-то сокращаем, что-то присоединяем. Не всегда присоединяем неэффективные к эффективному. И два неэффективных соединяем. И, понимаете, вот когда критерии изначально неправильные, то и результат тоже не может быть правильным. Почему? Если мы поставили перед собой такие вот ориентиры, что там смотрим количество людей на человека, да если он использует так плохо свои площади, что у него нет студентов, что они не приходят учиться на эти площади, площадей много, а студентов нет, почему же он эффективный-то? Почему же неэффективный тот, которому ломятся в эти аудитории студенты? Понимаете, поэтому реорганизация, на мой взгляд, идет очень непросто. Делать что-то нужно, конечно, с многими вузами, потому что в 90-е годы столько понадавали лицензии, знаете, всем попало. У тебя есть своя лесная школа, давай, ты, значит, ректор, твой сын, там, проректор, а там, значит, еще кто-то. Здесь дело не в том, что там есть какая-то семейственность в вузах, есть вузы хорошие, где была семейственность. Я считаю, что эти семьи выстроили очень неслабые вузы при этом. Но, простите, когда у тебя один человек ведет 20 предметов, это неправильно, и он не сможет дать нормальные знания. И поэтому такие вузы, конечно, должны быть либо закрыты, либо в них нужно навести порядок. Но кто им выдавал лицей, вот спрашивается, развелось вузов. А кто же их развел-то, эти вузы? Не сами ли те органы, которые сейчас их пытаются закрывать? Вот, поэтому это вот как раз проблема того, что у нас, как говорят, сами себя мониторят. Понимаете? Я тут смотрю, он конкурс, они вот проданы, конкурс, мне все этот не дает покоя. Сами же сидят в конкурсной комиссии, причем в двух комиссиях. Они же эксперты, они же и члены конкурсной комиссии. Сами же те, которые рассылают письма, пожалуйста, включите наши проекты в свои, вузам рассылают письма, включите наши проекты в свои программы. А потом сами же оценивают эти программы. Ну, фантастик, фантастический конкурс, как говорится. Евровидение отдыхает. То есть в реорганизации плюсов нет? Нет, плюсы есть такие, что вообще об этом задумались, что у нас дипломы всем подряд начали выдавать, можно было купить их в переходе. Хорошо вообще создали эту базу, где эти номера хоть записывают, сейчас в переходе уже хоть он может себе купить бумажку, но им можно легко подать запрос, а окажется, что этого нет. То, что нужно наводить порядок, это факт. Но еще раз говорю, смотря кто будет наводить порядок. Если вы, простите, если сравнивать с животным миром, я люблю сравнивать. Есть, например, животные, которые, не знаю, любят чистоту, нужно взять собачку, пудель, например, такой вот он чистюля. А есть свинья, например, вот ей вот вы там свалили, и она там все что угодно наваля, она съест, и будет копаться в этом, обваливаться, ей это нравится. Понимаете, поэтому если мы будем, как говорится, со свиным рылом в калашный ряд тех людей, которые там, я не знаю, человек, ну у него там образование там одно, простите, там, ну сейчас не критикую там я людей рабочих профессий, наоборот. Вот как раз я всегда говорил, что в первую очередь там это нужно оплачивать, ну простите, если у тебя там образование, технология молочного производства, почему ты там ректором тебя, например, составит? Ты говоришь, у нас должны там прийти управленцы, у нас должны какие-то новые менеджеры эффективны, эффективность их в чем? В том, что он может грамотно вытащить что-то из бюджета, ага-га, я знаю, как бы бумажки, у нас эти программы, не знаю, превращаются, как научить отчеты писать, грантовые конкурсы. Мой любимый конкурс Машук на Кавказе, да, как говорится, воспитали целое поколение людей, которые умеют писать отчеты грамотно, вот, из года в год, ждем, когда начнется, сейчас это, брату свадьбу, и некоторые даже не стесняются в инстаграме, прям выкладывают, говорят, да, я в прошлом, там, два-три года назад поехал, мне там дали, значит, грант, я на него, наверное, какой-то социальный проект, я на него отметил свадьбу, а потом, представляете, мне звонят из министерства, говорят, пришлите отчет, а я их, знаете, как послал, и как мне было хорошо и весело, вот, это вот как раз от того, что у нас сложилась система, когда, ну, просто уже все тормоза, как говорится, отказали, вот, с этим мы будем разбираться.